Мы сейчас находимся на привокзальной площади, это Рига, и поедем мы в Яункемере, в санаторий Яункемере. Это Юрмала. Казалось бы, в Юрмалу идет пригородная электричка, можно было бы сесть в электричку и доехать. До Юрмала да, но до Яункемере нам не доехать. Ближайшая станция от Яункемере, это просто Кемере, но оттуда надо садиться на автобус или маршрутку, чтобы доехать до санатория Яункемере. Но она ходит довольно там редко, поэтому проще всего это сесть на маршрутное такси, которое идет из Риги. Недалеко от привокзальной площади есть остановка маршрутных такси и доехать до самого непосредственно санатория Яункемере. Даже там, по-моему, пешком не надо, он подъезжает, насколько я понимаю, к самому санатория. То есть от вокзала пройти до станции маршрутных такси нам не составит большого труда. Буквально вот перейти эту дорогу, и там будут они. Станции мы двигаемся в эту сторону. И вот там вот маршрутки, они не городские, а междугородние. И нам нужна маршрутка 70-20. Здесь она специальная есть в интернете. Маршрутки, которые идут по Риге, они синего цвета, и оранжевого, а это вот такие междугородние. Это вот непосредственно Рига-Балла же, а Балла же не надо. Нам надо Яункемере. Вот, три минутки, и мы уже... Станция маршрутного такси, так сказать. Сейчас попробуем найти, где останавливается маршрутка 70-20. А вот она, самая первая есть. 70-20, сейчас я разберусь. Здесь выполняют различные, я понимаю... В общем, есть два расписания. 70-20, она идет по Вантовому мосту. Это вот ее расписание здесь. И рядом же тоже 70-20, она чаще ходит. Но она, видимо, идет по Островному мосту. Это нам без разницы, какого мосту она идет. У нас цель Яункемере. То есть это вот буквально получается... Вторая, третья остановка. Момент 19-го года. Потому что в скором будущем, не знаю, в каком скором, но рано или поздно говорят, что сносить будут этот вокзал и переносить его в другое место. На момент 19-го года это выглядит, по крайней мере, вот так. Ладно, будем ждать. У нас 10 минут до маршрутки. Путь займет где-то минут 50, наверное. И там уже будем непосредственно на месте снимать, что и как там есть и выглядит. Стоимость билета составляет 2 евро 5 центов. Это полный билет. Ну и так как нет ребенка, ребенка-ребенка бесплатно. Если у кого-то багаж, если маршрутка с инвалидным, то можно с инвалидными местами сюда можно поставить багаж. Если у сзади такие двери есть. Так, если большой чемодан, конечно, здесь поставить негде особо. Только на колени. Вот мы и приехали в санаторий Ялун-Химмера. Дорога заняла час. Получается, здесь сразу же остановка. То есть, маршрутка прямо в ходу подвозят. Если, например, альтернативой использовать автобус на остановку у него на Большой Доброге, то есть, когда маршрутка поехала, где-то минут 10, может, меньше. Пешочком надо пройтись до самого санатория. Ну, здесь вот видно, что тренажерный зал есть. Люди там занимаются тренажерами. Скорее всего, в этом корпусе данный бассейн находится тоже. Здесь соединяют основной корпус. Мы сейчас зайдем внутрь и посмотрим, как там выглядит. Вот так вот. Продолжение следует... Столовая. Сейчас два часа у них. С двух до пяти обед. Насколько я знаю, столовая выглядит так. Вот мы сразу же нежданно поднялись наверх. Там лошади, они там стоят, что-то бесхозное. То есть этот балкон, он совместный с соседним номером получается. То есть под нами сейчас получается сама столовая. Ну, номер здесь вот такой. Это номер с поселением. То есть в номере ты и незнакомый человек рядом с тобой. То есть кровати находятся совершенно рядом. Я думал, что они как-то хотя бы могли их раздвинуть. Ну, место да. В номере есть телевизор, в номере есть холодильник. Ну, конечно, так притык-притык спать с кем-то чужим, если человек еще ночью храпит. Здесь у нас туалет. Раковина. Душ. То есть просто отделенный. Этот номер самый бюджетный вариант. То есть, как я еще раз говорю, это номер с поселением. Интернет. Не особо сильный сигнал. То есть... Ну, как бы вот так. Так выглядят процедуры, что делают у каждого клиента своя карточка. И вот, ходишь по процедурам. Время расписано. Время расписано и должен посещать. Ну, процедуй. Вот, кладка вектора. Здесь тоже какие-то массажи для тренироваться. Для ног, наверное, побольше. Черного марта... ...пока! Ну, главное, наоборот, пыли на полу Ага. Субтитры сделал DimaTorzok 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 здесь даже бар есть даже есть бар рядом рядом бар бильярд играл танцевальный зал концертный зал бар я уже говорил в баре да присутствуют все алкогольные напитки то есть вечером не скучно рядом есть ноус здесь информация здесь солнцовая афиша уроки танцев студия танца и санкт-петербурга даже выступает лекция ну художественный фильм очень 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 даже неплохо да то есть вечером досуг есть танцы бар днем лечишься вечером отдыхаешь происходит это так подходит официант дает меню на выбор там есть блюдо которое выбирает человек клиент пациент ну и соответственно говорят вкусно плотно очень очень даже хорошо людей кстати да довольно много есть интернет отдельно два компьютера аптека здесь источник видимо наверное он работает летом а может вообще не работает судя по по виду на зиму на зиму да чтоб не замерзло здесь надо три раза в день по 100 миллилитров пить до за 30 минут до еды который горячий еще источник здесь идет 30 32 градуса его за полтора часа до еды надо ну это видимо летом до счет зима на русском написано да то же самое написано сам санаторий наверно может быть ну я не за мне не видел такого где-то тоже спрятан ну вот такой вот санаторий он кембери в номерах интернет слабый практически его можно сказать нету на минус до моря здесь вот идти как я понял пять минут через лес вот люди там толпились около входа и кучковались в группу собирались и шли на море гулять после обеда пока светло вот такой вот он санаторий он а Продолжение следует...